За уловом на машине сотни жителей Чувашии, невзирая на призывы спасателей, не расстаются со своим авто даже во время зимней рыбалки. Закончиться она может весьма плачевно, отмечают спасатели. Лед на водоемах республики с каждым днем становится тонким и рыхлым. Все это последствия частых перепадов температуры воздуха. Сотрудники МЧС готовятся к экстренным выездам. Места, где люди испытывают рыбацкое счастье, не отходя от своих автомобилей, известны. Особенно много экстремалов можно увидеть на Суре, вблизи Ядрина. В эти выходные здесь провели масштабный рейд. Экстремальных водителей ловила и наша съемочная группа. Проезд по льду запрещен. Подобные аншлаги установлены на каждом спуске к реке Сура. Но, похоже, эти призывы замечают немногие водители. Даже после общения с инспекторами рыбаки отказываются покидать свое авто и устремляются вперед. Чтобы остановить водителей, которые выезжают на рёд, городские власти делают все, что могут и создают вот такие снежные преграды. Но рыбаков это не останавливает. Они все равно раскапывают себе дорогу. Дорога на льду уже накатанная, как и настоящая проезжая часть с двумя полосами. Движение по ней оживлённое. В выходные сюда приезжают сотни рыбаков. На некоторых участках уже образовалась колея, а где-то и вовсе появились глубокие трещины. Инспекторы говорят, что всё это следы массовой стоянки машин. Хотя выезжать на лёд в Чувашии можно только в одном месте. На территории Чувашской республики организована всего лишь одна ледовая переправа. Это Шумерля-Наваты Нижегородской области. Там действительно обеспечивается безопасность. Там находятся спасатели. И лёд в соответствии с отраслевыми дорожными нормами намывается для того, чтобы обеспечить безопасный проезд. Недавно на Волге под лёд уже провалился автомобиль. Спаслось четыре человека, но двое погибли. Этот случай для рыбаков-экстремалов примером не послужил. Многие водители оправдывались, что попросту не заметили предупреждающих об опасности аншлагов. Другие доверяют толщине льда. И для убедительности бурят глубокие лунки. Нет только таланка. Три танка встанет, и ничего не будет. Здесь нет ледовой переправы, во-первых. А кому-то не страшно выезжать на лёд на машине? Нет пока. Почему нет? Ну не знаю, лёд толстый. Я даже из своих близких не боюсь. Наказать рублём водителей, которые выезжают на лёд, невозможно. Во время рейдов инспекторы раздают им памятки. В них подробная инструкция, что делать в случае ЧП. Машины проваливаются под лёд. Поэтому выезжая на лёд, подвергаете себе опасности. Смертельной. Помните, есть и другие, которые находят у вас в машине. Сейчас всё прощу всем рыбакам. С приближением весны лёд на водоёмах республики становится тоньше и тоньше. Пока он представляет опасность только для автомобилей, а скоро. И просто выход на лёд может обернуться настоящим экстримом. Дмитрий Ковалёв, Николай Яковлёв, Республика.